Всем привет! Вы знаете, как создаётся атмосфера хорошего фильма? После того, как за него берётся талантливый режиссёр, оператор и сценарист, а классные актёры выдают свою самую лучшую игру, какую только могут. Оказывается, на этом производство картин не заканчивается, ведь её ещё нужно озвучить. И не просто переписать голоса героев в тех моментах, где это необходимо, а создать самый настоящий живой звук во всём. Ведь микрофоны, которые фиксируют речь актёров, не могут записать, например, звуки оживлённой улицы или звон копыт лошадок, иначе получилась бы жуткая каша. Именно в этот момент на помощь киноделам приходят настоящие специалисты по записи шумовых эффектов, и начинается волшебство. Инструменты техмастеров — какое-либо устройство для просмотра уже снятого фильма, хороший микрофон и фантазия. Итак, в сегодняшнем видео мы расскажем вам, какими невероятными способами делаются звуковые эффекты к фильмам. Поехали! Звёздные войны Что нужно сделать для того, чтобы создать максимально реалистичный звук скольжения маленького BB-8 по пустыне? Полкило мелоты и немного песочка? Почти! Запоминайте, вам действительно потребуется немного песка и диско-шар. Это не шутка, потому что именно так и создавался звук, который вы можете услышать в пробуждении силы. Главное вращать шар с подходящей скоростью, но с этим специалисты по эффектам точно умеют справляться. А пока вы представляете себе диско-дроида где-нибудь на межгалактической вечеринке, приоткроем завесу тайны над особым звуком, который сопровождает все движения штурмовиков. Кроме пиу-пиу, которая никогда не попадает в цель, само собой. Но вы помните специфическое бряцание космических доспехов. Оказывается, что за него отвечала вот эта девушка, мотоциклетный шлем, роликовые коньки и кожаная куртка. Складываем все вместе, хорошенько трясем, и идеальное звуковое сопровождение для очередной части культовой истории готово. Марка Кастанца Этот профессионал своего дела работал над таким количеством известных фильмов, мультфильмов и сериалов, что для их перечисления нам не хватило бы и целого ролика. Если вам интересно, обязательно поищите список в интернете. Поверьте, там есть на что посмотреть. Марка умеет шуршать листьями так, чтобы вы почувствовали реальность колдовства злой ведьмы. И стучать по земле половинками кокоса, как самая настоящая лошадь. Лошадь с кокосами. Ладно, это звучит довольно странно, но круто, согласитесь. А что происходит, когда на экране драка и один персонаж стучит головой другого о металлическую стену? Да ладно вам, такое часто случается. В этом случае Марка приносит железный ящик и моток скотча. Кто бы мог подумать, что какая-нибудь канцелярская принадлежность звучит точно как человеческая голова. Но мы все-таки не рекомендуем кому-то из наших зрителей проверять такие штуки на себе. Лучше позовите друга. Ой, мы совсем не это имели в виду. Властелин колец. Ну, если честно, мы не совсем уверены, что эти ребята в самом деле приложили руку к созданию знаменитой трилогии Питера Джексона. Но зато им довольно круто удалось воссоздать звуковое сопровождение одной из сцен в Братстве кольца. Пожалуй, режиссеру стоит пересмотреться к этим талантам. Особенно к тому, что все эффекты они делали вдвоем и записали с одного дубля. И шелест бумаги, и стук шагов, и едва слышны шорохи ткани. Даже такой, казалось бы, простой звук, как прикосновение к плечу, он тоже оказался озвучен. Причем все это с удивительной синхронностью. Если бы ребята умели плавать, то им бы точно светила какая-нибудь олимпийская медаль. А пока человечество еще не придумало вида спорта вроде синхронное шуршание бумагой с каменным выражением лица, остается только смотреть и наслаждаться тем, как на экране происходит самая настоящая магия. И Гэндальф тут совершенно ни при чем. Робин Гуд Фильмов про Робина Гуда огромное количество, и секреты каждого из них мы, конечно, раскрыть не успеем. Поэтому давайте лучше посмотрим на экранизацию 2010 года. Рассел Кроу, Кейт Бланшетт и вручную озвученное оружие главного героя. Прижав Сай, тройной клинок, которым владел черепашка Рафаэль, к эфесу настоящего меча можно получить вполне средневековый звон оружия. А если хорошенько помять кожаную сумку, то будет отличная озвучка для одежды главного героя. Но наши самые любимые — это тот звук, с которым Рассел Кроу вытаскивает меч из ножен, потому что шумовик для этого проводит по клинку металлической кухонной лопаткой. Лопаткой, Карл! А что, все вилки уже поломались? Нет, ну это же просто потрясающе, согласитесь! Еще очень круто выглядит озвучивание лошади, включая не только стук копыт и звон сбруи, но и тяжелые коняшки на дыхании. Причем с разной интонацией. Вот вы можете так сделать? А дизайнеры звука могут. Хоббит Знаете, как записывают самые обычные звуки паникующей толпы, которые часто используются во многих масштабных фильмах. Если лента крутая и может считаться блокбастером, то в ней обязательно будет какая-нибудь толпа испуганных людей с криками несущихся прочь от опасности. Вот и в Хоббите без этого не обошлось. И для записи криков испуганных жителей Дейла, убегающих от Смауга, были приглашены родственники и друзья работников съемочной площадки. Надо сказать, свою роль они отыграли просто отлично. Особенно вот этот парень, который размахивает руками. Трудно представить, что думали местные жители, слыша эти душераздирающие крики в разгар ясного летнего денька. Впрочем, они, наверное, уже привыкли. Ведь в Новой Зеландии в общей сложности было снято шесть фильмов по вселенной Толкина. Скорее всего, после этого уже ничему не удивляешься. Не остроухим покупателям в магазинах, не оркам, греющимся на солнышке. Мир юрского периода. Просмотр фильмов про грозных динозавров, пытающихся съесть главных героев, никогда не будет для вас прежним, если вы увидите, как именно создается рычание этих самых динозавров. Его уж точно никак не запишешь вживую, если только у вас под рукой нет машины времени, чтобы быстренько сгонять в мезозой. Неудивительно, что создателям фильма приходилось прибегать к самым неожиданным уловкам. Например, записывать работу огромных машин на заводах. А потом совмещать эти механические звуки с рычанием львов, страусов и даже обезьян. Чего уж там, свинкам тоже нашли работу на студии, и в результате получился рев знаменитого тиракса. Как-то он звучит не очень страшно, если знать, что это голоса парочки современных зверей, пропущенные через всякие музыкальные редакторы. Кстати, для того звука, с которым сжимаются челюсти огромного динозавра, используют совершенно безобидный сельдерей. Хрусть и потенциальный обед раскушен пополам. Человек из стали. Что нужно сделать, чтобы зритель на экране услышал, как стильные красные сапоги Супермена наступает на лед, покрытый снегом? Нет, вовсе не вытащить зимнюю обувь, предварительно достав из холодильника парочку ледяных кубиков. Достаточно будет самого обычного песка в перемешку с пленкой и обычных сапог на ногах специалиста по шумам. И даже если идея кажется вам абсурдной, поверьте, во время просмотра блокбастера вы точно не заметите никакой разницы. Пленка с песком вообще очень дружны со знаменитым криптонцем. Например, чтобы озвучить его эпичное приземление, достаточно насыпать их на небольшой пустой чемодан, а потом от души стукнуть по нему бейсбольной битой. Дышь! А потом еще раз бам! И немного посыпать песочком сверху. Нам очень интересно, как звуковые дизайнеры пришли к такому интересному решению для озвучивания Супермена, и сколько чемоданов они перепробовали. Но это, скорее всего, останется их профессиональной тайной. А вот с полетом героя все намного проще, всего лишь кусок подходящей ткани, который нужно изо всех сил махать перед микрофоном. Между прочим, красный. Чужой. Можно, конечно, по-разному относиться к франшизе Чужих, обожать старые ленты, ругать новые. Но вряд ли кто-то станет спорить, что звук в каждом фильме просто потрясающий. И мы говорим, конечно, не о музыке, а обо всем, что рычит, скрипит, хлюпает, чавкает и ломается. То же самое касается и игр про Чужих. И вообще всего, что касается этих инопланетных монстров, издает звук. А сейчас, внимание, откроем вам секрет. Знаменитый звук кровожадных пришельцев, который вы могли хорошенько запомнить из игры, это чеснок в носке. Честное слово, мы не обманываем. Самый настоящий чеснок. А кровь ксеноморфов, способной разъедать все на свете, шипит со звуком Кока-Колы, которые мешают разогретым паяльникам. Не пытайтесь повторить это дома. С шагами героев все намного проще. Если на космическом корабле все в порядке и никто никого не съел, то можно потоптать по душевому поддону. А вот если ситуация становится напряженной, самое время размять ногами какие-нибудь хлюпающие фрукты. И попробуйте угадать, какой предмет используется, чтобы озвучить хруст несчастных членов экипажа. Ну, конечно же, сельдерей. Так что если вдруг в ближайшем супермаркете вы обнаружите пропажу этих зеленых стеблей, можете быть уверены, где-то снимается кино. Бонус. Знакомьтесь, этот обаятельный парень с густой бородой, который отлично смотрелось бы даже на съемках фильма про Средиземье, Мэтт Дэвис, и он творит магию звука. Признаемся честно, мы не знаем, к какому количеству известных фильмов Мэтт имеет отношение, но, говорят, небольшая студия, в которой он трудится, приложила руку к созданию нашумевшей чудо-женщины. Во всяком случае, нечто подобное указано в их официальном инстаграм-аккаунте. А кто мы такие, чтобы сомневаться в информации из инстаграма? Но не так уж важно, озвучивал ли Мэтт этот фильм на самом деле или нет. Ведь бородатый саунд-дизайнер и без всяких громких проектов делает по-настоящему удивительные штуки. Смотрите сами. Он квакает кружкой и вполне может запутать этим любую лягушку. Привязывает к перчаткам скрепки и цокает по паркету прямо как настоящая маленькая собачка. Имитирует небольшое скромное инопланетное вторжение с помощью ручной пилы и какого-то толстенького смычка. Осторожно, не показывайте эти звуки своим впечатлительным друзьям, чтобы не пришлось их успокаивать и выманивать из бункера. Ну, или если вы начинающий сладей, можно напугать приятелей еще больше и включить им звуки капель крови из фильма ужасов, который получается при помощи мокрого полотенчика. А какие удивительные секреты фильмов известны вам, друзья? Обязательно поделитесь ими в комментариях под этим видео. Ну и не забудьте проставить лайк. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.